Мерцанием звёзд далёких безразлично Был поворот дороги озарён. Дорога шла вокруг горы масличной. Внизу под нею протекал кедрон. Лужайка обрывалась с половины. За нею начинался млечный путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный. Ученикова ставив за стеной, он им сказал. «Душа скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертные, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И, глядя в эти черные провалы, пустые без начала и конца, чтобы эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца. Смягчив молитвой смертную истому, он вышел за ограду на земле. Ученики, осиленные дремой, валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их. «Вас Господь сподобил, жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт. Час сына человеческого пробил, он в руки грешников себя предаст». И лишь сказал, неведомо откуда, толпа рабов и скопища бродяг, огни, мечи, и впереди Иуда с предательским лапзанием на устах. Петр дал мечом отпор головорезам, и ухо одному из них отсек. Но слышит, спор нельзя решать железом. Вложи свой меч на место, человек. Неужто тьмы крылатых легионов отец не снарядил бы мне сюда? И волоска тогда на мне не тронув, враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче, и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду, и в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, Ко мне на суд, как баржи каравана, Столетия поплывут из темноты.